МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять минут о главных событиях. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Татевик Бабаян. И в начале выпуска о главном. Снежный коллапс на федеральной трассе. Накануне из-за сильной метели и ветра видимость на дороге сократилась буквально до нескольких метров. Если на региональных трассах движение корректировалось своевременно, то на федеральной трассе М5 в районе Жигулевской ГЭС автомобили застряли в многочасовой пробке. Об этом люди сообщали в соцсетях. Больше двух часов ехал, движение затрудненное, видимость плохая. Но вроде обещают, что открыть движение. К ликвидации последствий снежного шторма на федеральной дороге пришлось подключаться региональным властям. Губернатор Дмитрий Азаров провел разговор с руководителем федеральной компании Поволж-Управтодор. И сообщил, что были скоординированы усилия всех служб ГИБДД, МЧС, регионального Минтранса. И вот как выглядела ситуация в районе двух часов ночи. Наша съемочная группа находится в районе Жигулевской ГЭС. И вот как мы видим за моей спиной, движение со стороны Тольятти в сторону Жигулевска возобновлено. Все достаточно спокойно. Места хватает. Всем большегрузы уже прошли. Вот следом идут, как мы видим, легковые автомобили. Ночью также было открыто движение и со стороны Жигулевска по направлению в Тольятти. Однако уже сегодня с 8 часов утра в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыта для движения всех транспортных средств автомобильная дорога федерального значения М5 Урал по направлению Москва, Рязань, Пенза, Самара, Уфа, Челябинск. Ориентировочное время открытия 11 часов утра. Сейчас в районе Жигулевской ГЭС работает наша съемочная группа. Мы следим за дорожной обстановкой в режиме реального времени. И далее о других новостях. Огонь поддержки. Добровольцы Тольятти помогают бойцам в зоне СВО всеми возможными способами. Плетут маскировочные сети, собирают лекарства и теплые вещи. Сейчас в холодное время солдатам также необходимы окопные свечи. Помочь сделать их может каждый. Моя коллега Анна Слайковская присоединилась к изготовлению очередной партии свечей. Это пункты сбора гуманитарной помощи. Здесь волонтеры плетут сети, собирают посылки по запросу солдат, а затем сами их доставляют. Одним словом, ведут колоссальную работу, чтобы помочь бойцам в зоне СВО. Елена Адеян – основатель и руководитель волонтерского подразделения «Союз десантников России». С первых дней проведения спецоперации она, не жалея времени и сил, организовывает поддержку нашим бойцам. Лично выезжает в зону СВО. Каждый раз, когда мы обращаемся, нам выделяется автомобиль грузовой и мы как сопровождение едем вслед за КАМАЗом. Болею душой за наших ребят и максимально им стараемся помочь. Мой младший братик находится там, он контрактник, поэтому я напрямую тоже с этим связана. Близкие друзья тоже у меня там. Елена с оратницами работают по запросу бойцов. В каждое время года свои потребности. Сейчас нужны теплые вещи и средства обогрева. Окупная свеча или блиндажная. Вещь, на первый взгляд, простая, но в условиях боевых действий бесценная. Это важнейший предмет в быту солдат. Она дает освещение, тепло и даже возможность разогреть или приготовить еду. Мастерицы в первую очередь собирают улитку из картона в металлической банке. Это основа блиндажной свечи. Делаем заготовочки, топим воск на водяной бане и после этого мы проливаем свечу, не выходя, это желательно, конечно, не выходя за рамки баночки. Вот так. Анна, хотите попробовать? Да, конечно. Пожалуйста. Занятие простое, но требующее немало времени. Чтобы свеча полностью застыла, нужно 4 часа. У нас есть баночки, у нас есть картон. А парафин очень нужен, потому что расход идет большой. Нам его катастрофически не хватает. 5 килограммов парафина хватает на 5 свечей. Волонтеры используют парафин П2. Он продается на всех маркетплейсах. Также нужны электрические конфорки и металлические кастрюли. Всех, кто готов помогать бойцам в тылу, добровольцы рады видеть в своих рядах. Телефон для связи с руководителем подразделения Еленой Адиян вы видите на экране. И пусть тепла станет больше. Анна Слайковская, Андрей Костомаха, Новости Тольятти. Еще больше новостей на нашем сайте tv.toliaty24.ru и в социальных сетях телеканала Тольятти24. Подписывайтесь, смотрите и читайте. На этом выпуск завершен. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова